Павлик Тучков Вот они только что вошли в сад, остановились у калитки. Здесь хорошо, правда? Очень. Смотри, солнце заходит. Вот ты и приехала. Вот я и приехала. В дверях записка. Граждане, располагайтесь, как умеете, а я поехала в Москву за народом. Оля, я вас много слышал. Михей говорит, что вы... Впрочем, молчу, заболтливость бьют по шее. Милые граждане, целую вас. Небезызвестный Павлик Тучков. Дано на Клязьме 5 августа лета 1937-й. Вот чудо. Он тебе понравится, вот увидишь. На прошлой неделе его родители в Крым уехали, вот он и пригласил нас к себе. До экзаменов у тебя 10 дней, ты здесь отлично подготовишься. Миша, я, пожалуй, сейчас выкупу из дороги. Ведь вечер отсюда не доведу, я быстренько. Погоди, погоди. Вероятно, со следующим поездом из Москвы приедут мои товарищи. Но, одним словом, ты не обижайся, если они будут шутить на наш с тобой счёт. Я им объяснял, что я воспитывался в вашей семье, что у нас с тобой чисто дружеские отношения. Но они как-то несерьёзно отнеслись к этой версии. Ну, а сам ты к этой версии относишься серьёзно? Видишь ли... Знаешь, Мишенька, у меня такое недоброе предчувствие, что мы с тобой, в конце концов, всё-таки поженимся. Ты думаешь? Ты лучше всех. Я не видела человека лучше тебя. Ну что же, это приятно слышать. За калиткой появился человек средних лет. В руках у него портфели две сетки, наполненные фруктами, арбузами и другими съестными припасами. Ну вот, наконец нашёл. В электричке страшная и теснота, и толчая. Под выходной вполне понятно. Еле до вас добрался. Ну, а где Вася? Давайте сюда, Вася. Вася? Простите, какой Вася? Это хозяин, Васенька. Ведь это Гусева дача? А, нет-нет. Это дача Тучковых. Как же так? И что же, Гусев здесь не обитает? Увы. Так, значит, осечка. Ну что ж, буду продолжать поиски. Прошу извинить, вы не знаете в окрестностях какой-нибудь киоско с газированной водой? Да вот здесь, в конце этой улицы, есть буфет. Закусочная. Там пиво бывает. Пиво? Так, значит, и Гусев недалеко. Уж он этой возможности не упустит. Пойду выпью кружечку и с новой энергией на поиски. Всего доброго. Всего доброго. Смешной человек, правда? Да. Ну так вот, Оленька. Я не хочу тебя связывать словами, обещаниями. Ну, словом, ничем, понимаешь? А если ребята будут посмеиваться, тогда дай им отпор со всей решительностью. Ладно. А чудесно будет после всех пересадок, вокзалов и прочего болты. Ну, не думаю, что после Волги наша клязьма произвела на тебя особенное впечатление. Лаврухин посмотрел след Ольги, потом взял чемодан и пошел в дом. Это приехали из Москвы друзья Михаила. Среди них Олег Доронин со своей женой Кузей, Галина, молодая красивая женщина, и хозяин дома худенький мечтательный юноша Павлик Тучков. Внимание, они уже здесь. Братцы, помираю от любопытства. Кузя, Кузя, утихомирься. Салют. Мишка. А где же Шурка с Люсей? А они со следующим поездом приедут. Ведерников еще никуда и никогда не приходил вовремя. Ну, Шурка сегодня с утра в анатомичке, он просто не успел. Однако я не вижу долгожданной девушки из Саратова, куда-то ее спрятал старик. Она пошла купаться. Павлик, мы должны немедленно последовать ее примеру. Возьми полотенце, оно в сумке. Идем, Павлик. Нет, нет, что вы, я здесь по хозяйству. Счастливый Павлик. А я вот всюду должен следовать за этой Кузей. Такова моя жалкая участь. Идем, идем, старый болток. Ну, как живешь, Гиппократушка? По-разному. Хорошо, что ты приехала. Ого, ты, кажется, действительно взволнован. Есть немного. Она очень красивая. Не в этом дело. Ко мне все приходило позже, чем к другим. Вот, когда мои сверстники учились в школе, я работал в аптеке. Отец вернулся с германский без ног, надо было хоть чем-нибудь помогать семье. И вот еще тогда мальчишкой я мечтал о профессии врача. После смерти моих родителей я за два года сдал экстерном девять классов. Но райком комсомола не отпустил меня на учебу. В стране началась коллективизация. В Сталинграде тракторный строили. Слово «пятилетка» стало нашей судьбой. И вот я шесть лет провел на комсомольской работе. Ты только не вздумай, что я считаю эти годы потерянными. Нет, я вот так вот видел жизнь, и я знаю, почем фунт лиха. И все-таки мне уже тридцать, молодость прошла, а я все еще студент. Конечно, человек может добиться всего, чего он хочет. Но вот любовь, пожалуй, это категория, на которую не распространяется сила воли. Но разве любовь нельзя заслужить? Вот этого я и боюсь, друг. Нет, нет, нет. Уж если говорить правду, я мечтаю о такой любви, которая ни за что, ни просто сваливается тебе на голову. Тебя полюбили, а ты рот разинул, иди, удаешься. За что? Ох, что-то ты мудр стоишь, Мишук. Я старше Ольги на одиннадцать лет. Я знал ее еще девчонкой, мы были соседи по двору. Ее мать учительница занималась со мной. После ее смерти Ольге шел четырнадцатый год, а младшей Нинки десяти не было. С ними оставалась их тетка Настасья Владимировна, опереточная актриса. Красивая, в нее весь Саратов был влюблен. Мы жили вместе, они считали меня за своего. Ну, а через несколько лет Настасья Владимировна заболела. Она почти перестала видеть, слышать. Ей пришлось оставить сцену. Им стало очень трудно жить. Ее пенсии не хватало на троих. Ну, а девочкам нельзя было бросать школы. Мишка, так вот почему даже здесь, в Москве, ты работал по ночам, выполняя аптечные заказы. Да, я был в доме у них за своего. Ну, и потом, как-никак, у меня теперь двадцатилетняя провизорская практика. У Калитки снова появляется прохожий. Виноват. Виноват я опять по поводу Гусева. Я вот посмотрел на бумажки. Улица совпадает, номер тоже. Может, вы меня разыгрываете и Гусев все-таки тут? Нет, 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 нет. Гусева здесь нет, гражданин. А жаль. Жаль, что нет. Чудесный человек. Мой большой друг. Была идея отдохнуть и повеселиться. Вы знаете что, здесь есть еще малая красная улица. Вот, может быть, там. Это вот вторая налево. Вот туда. Как раз мимо буфета. Мимо буфета? Годится. Простите, что нарушил тишину. Прохожий бросает взгляд на Галину и вдруг останавливается. Однах вы здорово изменились. До свиданечка. До свиданечка. Боюсь, до Гусева он уже не дойдет. Электричка. Наверное, Шурка едет. Мишок. Я давно хотела тебя спросить. Почему ты дружишь с ним? Ну, как почему? Мне интересно с ним. Он очень на меня не похож. И потом, он никогда не старается казаться лучше, чем он есть на самом деле. А почему это тебя занимает? Так, по старой привычке. Как-никак, я чуть не стала его женой. Люся идет. Бедненькая. В сад входит Люся. В простеньком голубом платье и белых тапочках она выглядит совсем девочкой. Галина Сергеевна и вы здесь. Михаил Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Люсенька. Вы уж нас простите, Павлик, что мы на поезд опоздали. Шура в кинохронику зашел. Там новый выпуск событий в Испании показывают. А он про Испанию ничего не пропускает. Смотрит по нескольку раз. Да, ну а сейчас-то он где? Зашел в буфет пиво выпить. Узнаю Шурку. Галина Сергеевна, Галина Сергеевна. Михаил Иванович, я не понимаю, зачем она его Шуркой называет? Какой он ей Шурка? Что было, то прошло. Вот и ступай своей дорогой. Люсенька, Галина Сергеевна наш друг, мы ее все очень любим. Ой, Михаил Иванович, кажется, опять не так сказала. Вы уж не обращайте внимания, если я от чего сболтну. Темнеет. Знаете что, пойдемте на речку Ольгу встречать. Пойдемте. Хорошо. Павлик, Галина, пошли на речку. Михаил Иванович, только вы меня под руку не держите. Почему? А то еще Шура подумает чего-нибудь. Да что вы, Люсенька, чего он под меня подумал? Галина Сергеевна, у меня мама страшная фантазерка. Понимаете, решила, что я должен стать обязательно выдающимся деятелем медицины. Ну, я не знаю, этаким советским мечником, что ли. А талантов у меня к тому совершенно никаких нет. Ну и маму, знаете, огорчать тоже не хочется. Вот так и живем. Пожалуйста, проходите, нас здесь хорошо. Миша! Миша! Широко распахнув калитку, входит высокий юноша с белой мохнатой ромашкой в петлице. Увидев Ольгу, он останавливается. Вы к Мише? К Мише. Он, вероятно, скоро придет. Ну что же, пусть приходит. Где и когда я вас видел? Вы меня никогда не видели. Я сегодня первый день в Москве. Явились в Москву учиться, хотите быть врачом. Откуда вы это знаете? У вас глаза врача. Они светятся в темноте. Мы наблюдаем этот феномен только у кошек и докторов. А почему же ваши глаза не светятся? А я не доктор. Я летчик. Летчик? Летчик. Хорошая профессия. Летать куда придется. Сегодня Японское море, а завтра небеса Испании. Вы были в Испании? Кажется. Я вас не понимаю. А ничего удивительного, девушка, я и сам себя не часто понимаю. Вот ты где. А мы тебя встречать отправились. А ты хорош тоже. Приехал на дачу и сразу в буфет. Я сегодня с утра в анатомичке. А как известно, ничто так не возбуждает аппетита, как препарирование трупов. Об этом даже у Диккенса где-то есть. Как несовестно такие ужасы говорить. Познакомься, Ольга. Это мои друзья. А это Ольга. Ольга Петровна Вышеславцева, мой земляк и друг, будет учиться в нашем институте. Павел Тучков, студент пятого курса. Я очень рад, что вы благополучно доехали. Чувствуйте себя здесь как дома и готовьтесь к экзаменам. Мы все, мы все очень рады за Мишу. Ольга Петровна. Если вы, конечно, хотите поехать в Третьяковку или на концерты, я вам буду попутчиком. Александр Ведерников. Студент-медик, не летчик и в Испании не был. А это моя жена. Ее зовут Люся. Ей 18 лет и она работает на телеграфе. Замечательная личность. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы так смотрите, девушка? Я не вру. Я, так сказать, мистификатор. Впрочем, во всем, что я говорю, всегда есть доля истины. Доля истины, это не дурно звучит. Меня зовут Галина Сергеевна. Вот, собственно, все, что можно обо мне сказать. Да. Ну, а где же Олег Доронин и Кузя? Вероятно, целуются где-нибудь. Вот, счастливые молодожены. Нет, я не о вас, не о вас. Во всяком случае, товарищи, давайте будем готовиться к ужину. Пойдем, Олег. Павлич, пошли притащим стук. Хорошо, Люсенька, пожалуйста. Здравствуй, Галка. Как живешь? Спасибо, хорошо. Все куришь, все дымишь. Вот именно, Шуренька. А что самовар у вас есть? На даче, по-моему, самое интересное – это самовар. Галюция, Галюция, пожалуйста, есть. Что она тебе сказала? Вот ведь противное. Люсенька, милый мой маленький человечек, не будь злюбил, а? Жить на свете очень хорошо, но очень трудно. Всякое бывает. Вот именно, всякое. Хочешь, давай с тобой убежим к реке и будем там сидеть вдвоем, пока скучно не станет. А как же Михаил Иванович? Он определенно обидится. Ничего, мы ему купим петушка на палочке. Ой, Шура. А знаешь что, поедем лучше в Москву, зайдем к твоей маме. Я вчера была у нее, она так без тебя скучает. Нет. Ну вот, Шур, ну почему? Она обязательно даст мне денег займу, а потом я буду себя ругать целую неделю. Нет, нет, вот подожди. Я стану знаменитым, мы обязательно возьмем маму к себе и славно заживем все вместе. Какой ты красивый, Шура. Господи, ну почему ты такой красивый? Много каши ем. Пьем челом дома сему. Опоздание признать уважительным. Познакомься, Ольга, это наши бывшие студенты. Окончили весной, оставленные в аспирантуре. Кузя Олег Дорогин. Здравствуйте. Отстал от событий, Мишенька. Аспирантуре конец. Да, на будущей неделе мы с Кузей уезжаем. Нарьян Мартуш. Да ты что, с ума зашел? Я зашел. Хочу видеть плоды своих трудов, черт возьми. У меня душа практика, а не исследователя. Да, 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 да. Нам интересно иметь дело с людьми, а не с колбами, пробирками и прочее. Все здорово. По мне в тысячу раз важнее узнать причины и специи болезни. Постичь дом, чего никто не знал до меня. В конце концов, настоящая медицина, она еще не начиналась. Да не с тебя ли она начнется, ведерник? А почему бы и нет? Перед собой нам ставить крупные задачи, а скромность мы оставим неудачников, она их здорово украшает. Внимание, внимание, прошу к столу. Правда, закусками у нас не богато, но, как говорит Кузя, налетайте, братцы. Правильно. Садитесь сюда, Оля, сюда, садитесь. Ну, вот что, вот что, довольно скрывать Гусева. Какого Гусева? Говорите, куда вы его дели? Шура, голубчик, ну что ж ты меня оставил одного? Ничего, ничего, мы снова вместе, Аркаша. Шур, это твой друг? Да, мы с ним только познакомились в буфете. Я, я был на Малой Красной, меня прогнали оттуда. Сказали, что я хулиган. Крышка, Гусева больше не найти. Аркаша, я не понимаю, зачем тебе Гусев? А ну, что у тебя в портфеле? А вот. О, забудь Гусева, Аркаша, и ставь бутылки на стол. Шура, друг. Аркадий Липской. Очень приятно. Инженер общественного питания. Смотри, какой умница, а. Так сказать, тамада с высшего образования. Идем к столу, будешь править бал, солнышко. Олег Павлович, Ольга Петровна, да зачем же вы за один стакан-то держитесь? Быть вам мужем и женой. В семье такое поверье есть, ей-богу. А вдруг это когда-нибудь избудется, а, Ольга Петровна? Протестую решительно. Я, я тоже. Лично я каждому холостяку завидую. Это почему же? А потому что он завтра же может жениться. Тогда как мы, женаты ли, к сожалению, лишены этой прекрасной возможности. Милая девушка Ольга Петровна, вот вы сели рядом с Вишей. Не будем считать это случайностью. Идет? Разрешите же вас поздравить с этим удачным соседством. Михей. Замечательный парень. Сказать правду, все мы рядом с ним ни черта не стоим. Перестань, перестань конфузить, Александр. Я пью за ваше счастье, Ольга. Спасибо. За ваши экзамены, Ольга Петровна. За твои успехи, Ольга Петровна. Спасибо вам, Оля, желаю усилий. Правильно, за Ниночку. Аркаша, я тебя поставлю в угол. Друзья, друзья, братцы вы мои. Вот через несколько дней мы с Кузей уезжаем. Что нас ждет в незнакомом краю и увидимся мы с вами когда-нибудь, кто знает. Но мне почему-то кажется, что сегодняшний вечер никто из нас не забудет. Бывают такие дни и помнишь о них всю жизнь. И ведь ничего не случилось нынче. Правда? А может быть, мы все прощаемся с юности сегодня? Слышите? Где-то поют. Идет поезд в Москву. А над нами полный звезд августовское небо. И вот уж луна взошла за лесом. Как тихо. Я даже слышу, как бьются ваши сердца. И нам чуточку страшно. Точно мы и стоим на самом пороге будущего. А что там впереди? Кто знает. Старый Широп, Старый Широп, Строй Широп. Препой волновь. Кто знает. Кто знает. Точно мы и стоим на все. СОКОЛ Считаю толстую тетрадь, иногда помечаю что-то карандашом. Рядом на подоконнике, попыхивая трубкой, расположился Лаврухин. Жарко. Наверное, ночью гроза будет. А у тебя какой экзамен завтра? В залоге. Удивительно. Ещё две недели, и я на третьем курсе. Не верится. Вот помнишь мой приезд в Москву полтора года назад на дачу в Клязьму? Словно это было вчера. Правда? Миша! Миша! Ну что ж ты тут сидишь? Это из рук вон. Опять со двора на кухню явилась эта ужасная собака. Я убеждала её уйти, но она меня решительно не слушает. Пожалуйста, выпроводи её, и пусть она никогда больше не приходит. Ладно, я ей скажу. К нам на кухню постоянно являются разные животные. Вчера, например, пришёл совершенно незнакомый петух. С этим явлением надо как-то бороться, починить калитку, во всяком случае. Пёс удалился, Настасья Владимировна? Превосходно. Миша, только не садись, пожалуйста, с ногами на подоконник. Это неприлично. Ух, десятый час! А Нины всё нет, странно. Больше всего меня поражает в Нине это её удивительная серьёзность. Восемнадцать лет и ни одного увлечения. Когда я служила в Саратове, у нас за кулисами висел плакат. Поменьше темперамента в жизни, побольше его на сцене. Это так верно. К сожалению, я не всегда придерживалась этого правила. А я к вам. Не поздно. Нет, нет. А, Галина. Вдруг такая тоска напала, и как нарочно вечерный, тедушный, майский. Вся Москва черёмах и пахнет. Меня совсем одурела. Будет гроза. Настасья Владимировна, милая, здравствуйте. О, Галина. А хорошо у вас здесь, в посёлке, сука. Тишина. Живёте, как на даче. И метро рядом. Ну, вот вы, москвичи теперь. Оседлые москвичи. Вот только со свадьбы вы что-то затянули, дело граждан. Нельзя же так второй год откладывать. Да это всё Миша никак не соберётся. В Саратове у нас была чудесная квартира. Балетаж, зеркальные окна. Но привыкнуть можно ко всему. Даже к Москве. Позавчера я опять получил письмо от Олега Доронина из Нарьянмара. Да? Да. Ну, как он там? Ну, как ты же знаешь, Кузя умерла от воспаления лёгких. Да, бедный Кузя. Очкарик. Трудный ему одному. Вот зовёт меня к себе. Поедешь? Не решено. Следовало бы, конечно, поехать. Да тут ни в одном Олеге дело. Самостоятельность. Ты знаешь, как это мне сейчас потребно. За всё отвечать самому? Ведь это заманчиво, чёрт. Но вот сегодня меня вызвал к себе Иван Степанович и предложил мне... Кстати, на днях Ведерников рассказывал, что ваш знаменитый Иван Степанович переводит его к себе в экспериментальный институт? Не знаю. За последнее время Шурка со всеми перессорился в клинике и вообще неладно с ним. Изобрёл новый какой-то мозольный пластырь, получил за это уйму денег, а потом взял и истратил их самым дурацким образом. Словом, совсем закружился малый. Мне как-то Иван Степанович про него сказал, если бы вы знали, как я не люблю своего любимого ученика. Я пойду займусь немного к себе. Когда будет чай, тогда вы меня позовёте. А вы всё с экзаменами мучаетесь? Приходится. Ведерников часто бывает у вас? Нет. У них ведь не лады с Мишей. Ещё бы. На курсе Ведерников считался одним из самых способных. И вдруг первую кандидатскую степень не закончивших получает не он, а Миша. Есть от чего прийти в отчаяние. Он, кажется, очень нуждается сейчас. Да, конечно, им живётся труднее. А тут ещё родилась девочка, и Люся бросила работу на телеграфию. Впрочем, Шурка это совершенно не заботит. Он тратит, не задумываясь, всё, что у него есть в кармане. Галина, скажите, что произошло между вами? Почему вы... Почему я не стала его женой? Выражаясь нефигурально, милая девушка, ему было на меня наплевать. Понятно? Ой, иногда он бывал очень внимателен и заботлив. Но из вежливости. Он жил какой-то странной, единоличной жизнью. Ничего не давал и браться не хотел тоже. Последний был особо обидным, и я ушла. А знаете, что в этом самое страшное? Я жалею, что оставила его. До сих пор жалею. Почему? Скажите, за что, по-вашему, можно полюбить? По-моему, за талант. Это самое красивое, что есть в человеке. По-моему, вы очень одиноки. Мне бы хотелось быть вам другом. Женская дружба? Не знаю. Это звучит как-то провинциально. Дружба – это дело мужчин. Только у них мы ее встречаем в чистом виде. Скажите, Ольга, вы очень любите Михея? Он самый чистый и честный человек из всех, что я встречала. Правда, слово «любовь» – пожалуй, очень неточное слово. Еще, девчонка, я много думала об этом. Раньше мне казалось, что любить – это значит пожертвовать всем, что имеешь. Теперь я знаю, что ошибалась. Любить – это значит научить, помочь, спасти. Спасти? По-вашему, выходит, полюбить можно только того, кто нуждается в спасении? Нет, я не знаю. Да, может быть. Ну, если так, положение Миши безнадежно. Он сам всякого спасет. Бедный Мишка. Уралинка, можно к вам? Галина Сергеевна, примите привет. Конечно, конечно, входите, Павлик. Люсенька, пожалуйста. Здравствуйте. А что, Александр Николаевич, не у вас? Нет, прям не знаю, что думать. Он ведь и ночевать не приходил после вчерашнего. После вчерашнего? А как же? Сейчас же первенство Москвы по боксу разыгрывается. У Шуров вчера был бой с самим Штейном. Если бы вы видели, как Шура в первом раунде работал, шел вперед, непрерывно атакуя. Чисто выиграл раунд. Скажешь, неправда, Павлик? Да, да, да. А во втором Штейн подловил его под левую руку. И тут началось. Три раза сбивал Шурик в нокдал, а Шурик поднимался. И все кричали. Ведерников давай. А кричать-то было не надо. На Шурика это так действует. Он перестал закрываться. И в конце раунда Штейн нокаутировал его прямым слева. Его унесли с ринга. И мы с Павликом ждали его. А он вышел другим ходом. Такой стеснительный, когда проиграет. Где же он на чего? Вот не знаю. А тут еще совсем денег дома нет. Ну, ничего. Скоро все переменится. Слышали? Его в экспериментальный институт переводят. Да, вот увидите, Оленька. Лет через десять нас все будут спрашивать. Как? Неужели высокурсник знаменитого Ведерникова? Увидите. Вы уж вы тоже скажете, Павлик, знаменитым. А вот по мне даже лучше, если он не знаменитый. Почему же это? Все-таки. И любить меня будет больше. И к другой не уйдет. Вот я даже иногда хожу по улице и думаю, если бы он под трамвай попал, я бы так о нем заботилась. Ну, что за чудовищные вещи вы говорите, Люся. А что? Я правду сказала. Я верно так думаю. Да, вероятно, самое страшное – это летающая рыба. Щука, у которой крылья, представляете? При чем тут рыба, я не понимаю. На веранде появляются тетя Тася и Нина. Ну, не могу же я в плохую погоду. Нина, Нина, ну а если бы был дождь? Ну, ты должна беречь голос, это все для актрисы. Тетя, я знаю это. А чая у нас нет? Да чайник греется. А Миша дома? Занимается, просил, не мешать ему. Ну, мне-то можно. Нина! Миша! Миша! Нина! Видали? Минуты без него прожить не может. Чуть домой явится, и сейчас же Миша, Мишенька. Ну, что ж, Павлик, может нам уйти, все равно Шуры нет. Да, что ж, пожалуй, сяду-ка я на восьмой номер и поеду к себе на божидомку. А потом придет мама с дежурства и будет огорчаться, почему я не Мечников, а обыкновенный врач районной поликлинии. Никуда я вас не пущу. Сейчас чай будем пить. И верно. А, Люсенька? Нет. Вдруг еще Шура сюда придет? Да? Боюсь, наш герой занят сейчас бильярдом. В свое время-то утешал его больше остального. В ожидании чая хозяин просит гостей к себе. Желающим будет продемонстрирована тетя Маша. Морская свинка. Помешала-таки. Ладно, идемте. Я морских свинку очень даже люблю. И Александр Николаевич говорит, их препарировать гораздо приятнее, чем крыс, например. Ну вот. Никого нет. Заба. То сидят, сидят, о чем-то говорят. Потом вдруг встанут и уйдут. Заба. Летя на тройке полупьяный, Я часто вспоминаю вас. И по щеке моей румяной Слеза катится, слеза катится с пьяных глаз. Браво. Браво, Настасья Владимировна. Шура. Конечно, это вы, Шура. Вот вас я всегда-всегда рада видеть. Хотя слово видеть в моих устах звучит несколько комично. Настасья Владимировна, прошу. Ведерников протягивает тете Таси коробку конфет. Ваши любимые с ликером. Опять? Это безбожно. Вы разоритесь, Шура. Разорюсь, Настасья Владимировна. Пущу себе пулю в лоб, и все будут говорить, вот женщина, которая погубила Шурку Ведерникова. Вы невозможный человек, но все-таки я вас ужасно люблю. Кстати, Настасья Владимировна, давно собираюсь вас спросить, почему вы так и не вышли замуж? Говорят, я была очень красива. Но умные мужчины боятся красивых женщин и женятся на дурнушках. Так что на нашу долю достаются одни дураки. Ну, я сижу с вами, болтаю, а на кухне разыгрываются невероятные события. Закипел чайник, например, или опять явилась эта ужасная собака. Из комнаты Лаврухина выглянул Павлик. Увидев Ведерникова, он быстро захлопнул дверь и через мгновение вышел вместе с Люсей. Наконец-то! А уж я так беспокоилась! Где ты ночевал сегодня? У приятеля. Здравствуй, человечек. Идти домой с разбитой физиономией было как-то глупо. Вероятно, у меня был вчера жалкий вид. Что ты? Что ты? Что ты? Нет, нет, ты очень достойно держался. Да, особенно, когда упал на четвереньки. А где ты сейчас-то был? Был в одном месте. Шура, ты играл на бильярде. Шуренька, ведь конец месяца. В доме совсем денег не осталось. Я сегодня обед сварила на Павлушины деньги. Такой вкусный борщ, а ты не пришёл. Ну, ничего. Как-нибудь до первого перебьёмся. Ведь у тебя же ещё 30 рублей есть. Видишь ли, собственно, их уже нет. Как? Вон, я купил Настасью Владимировну. А это очень дорогие конфеты. Ну, Шуренька, ну, нет, ну, нельзя там. Люсенька, милый, вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Я вам ещё денег достану. Нет, Павлик. Он меня не любит. Люся, глупая. Да ты сошла с ума. Шурка. Шура, ну, если б ты знал, как я верю в тебя. Если что нужно, я что хочешь, но нельзя. Ладно, 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 знаю я твой благородный характер. Ты только и ждёшь беды, чтобы меня из неё выручить. Ничего, ничего, Павлик. И наше время придёт. Я ещё сделаю тебя знаменитым. Ну, где мне? Конечно, было бы приятно обрадовать маму и человечество и придумать что-нибудь необыкновенное. Вот разве ты, Шура, сделаешь великое открытие и выдашь его за дело моих рук? А что, я так и сделаю. Вот увидишь, Павлик. Ну, вот, нашёлся, наконец. О, а тебя опять расхватили в физиономии? Делают, что могут, Михаил Иванович. Ну, пойдём ко мне, побеседуем. Что, что-нибудь душеспасительное? Ты почему сегодня не явился на кружок? 15 человек сидели и ждали тебя, битых два часа. Не явился, потому что был занят. Чем? Играл на бильярде. Подумаешь, 15 человек, кружок, тоже мне господа пироговы. Ну, зачем ты так говоришь, Шурка? Ты же не искренно говоришь, я знаю. Ты что, забыл тот вечер зимой, когда твоё поведение обсуждали на комсомольском собрании? Помню, Мишенька. И речь твою об этом скверном Везерникове тоже не забыл. А ты ждал, что я буду тебя выгораживать. Ты неверно рассчитал, друг. Привлечённые громким разговором вошли Ольга и Галина. А ну, давай на чистоту. Ведь плохо с тобой, Шурка. Совсем, брат, плохо. А ты вспомни, как мы с тобой спорили ночами, мечтали о медицине, работать с тобой вместе хотели. Да я богаче становился после наших споров. Ты был необходим мне тогда. А теперь почему-то мне не нужно. Почему мне неинтересно с тобой стало, Везерников? Теперь же я вам не пара, Михаил Иванович. Званием кандидата не удостоен. Ничтожно ведёшь себя, Шурка. И говоришь тоже ничтожно. Старик очень огорчён тобой. Иван Степанович? Да-да. Ты всем рассказываешь, что он переводит тебя в экспериментальный институт. Но ведь это же неправда. Что? Как? Кто же сей счастливец? А не в этом суть, друг. А всё же? Эта работа предложена мне. Ну, добродетель наконец восторжествовала. Чайник закипел. Ну, я, пожалуй, пойду. Вы простите. Что вы, Люсенька? Куда же? Сейчас будет дождь. А мне всё равно. Люся! Эх, Шурка! Люся! Люсенька! А ты делаешь успехи, товарищ Лаврухин. Так сказать, переползаешь со ступеньки на ступеньку. Показал своё личико. Хорош! Ведерников стоит, прислонившись к дверям. Ещё два с половиной года пронеслось в жизни наших героев. Наступил 1941 год. Шла Великая Отечественная война. Уже пятый месяц на фронте Михаил Лаврухин, на фронте и Павлик Тучков. На окнах домика в посёлке Сокол повисли маскировочные шторы. В это морозное декабрьское утро дома были Нина и тётя Тася. Ольга дежурила в госпитале. Нина, закутавшись в большой платок, ходила взад и вперёд по комнате. Тётя Тася, расположившись возле маленькой железной печки, внимательно вглядываясь, в перчатках чистила картошку. В Киеве я имела крупный успех. Когда в третьем акте прекрасной Елены я пела куплеты Ореста, в публике творилось нечто невообразимое. Однажды какой-то юноша так немилосердно аплодировал, что он вывалился из ложек второго яруса и упал в оркестр. Ну, всё окончилось довольно мило. Когда он выздоровел, я его разыскала, и мы катались на лодке всю ночь под Днепру. Чудесная была погода, и мы до утра болтали о всякой-всячине. А потом он что-то такое изобрёл. О нём даже писали в газетах. Ну, и он женился на некрасивой женщине. Впрочем, эту историю я, кажется, придумала. Тётя, тётя, очень сильно стреляют. Может быть, вам всё-таки в убежище пойти? К чему, мой друг? Я всё равно почти ничего не слышу. Сегодня 7 декабря. Третью неделю от Миши писем нет. Тётя! Третью неделю от Миши писем нет. Терпенье, мой друг, терпенье. Но почему вы так равнодушны к Мише, тётя? Разве? Он очень милый, и мы многим ему обязаны. Но хороший тон не разрешает быть чересчур признательным. Ты запомни это. Звонят, я открою. Миша, Мишенька, наконец-то, так долго не писал. Тётя, тётя, Мишенька вернулся. Миша! Асташа Владимировна, здравствуйте. А где Ольга, дома? Нет, в институте. Как в институте? Мы заезжали туда, её там нету. Ничего, вечером увидитесь. Да вряд ли в моём распоряжении не больше 10 минут. Я проезду в Москве на грузовике. Нет, познакомьтесь, это мой водитель, товарищ Бочкин. Познакомьтесь. Доброго здоровья, Бочкин, Бочкин. Настасья Владимировна, нам бы чайку, чайку по стакану, что-то 20 грамм, шоколевая гуля. Сейчас, мой друг. Пожалуйста. Сейчас, сейчас. 10 минут. Да как же так, Миша? Да, обидно. Я очень хотел Ольгу повидать. Да, ой, ну что же я сдаю-то? Ну, а что нового у Олега в Нарьенмаре? В каждом письме тебя ругает, что оставил его одного. Говорит, трудно ему. А дурак, что же он думает, мне что легче. Я с 1 июля в деле. За 5 месяцев больше 2000 операций и каждый день на новом месте. Ну что же там тётушка, тётушка запропастилась. Сейчас, сейчас я потороплю её. Тётя, тётя, тётя. А квартира-ка у вас вполне культурная, Михаил Иванович. Ваш папа, случайно, не профессор были? Нет, нет, он был полотёр в Саратове. А потом ему брезантный снаряд ноги отнял. Вот какая история-то, Бочкин. Да. Значит, всего сами достигли, Михаил Иванович. Это современно. Вот и мои сыновья меня во всём превзошли. Да я и не обижаюсь, государство такую установку даёт. Лаврухин берёт с пианино фотографию Ольги, смотрит на неё. А это что, жена ваша? Нет, Илюша, нет. Собирались жениться, да совесть не позволила. Что ж так? Да она, видишь ли, считала, что обязана мне чем-то. Очень я её признательности боялся. Да, выходит, гордый вы человек, Михаил Иванович, а? Точно не скажу. Ну, Оленька, поедем с нами воевать. Это правильно, пускай сопутствует. Скажи, пожалуйста. Вот, чай горячий пейте. Простите, товарищ Бочкин. Есть. У нас ещё есть горошек и селёдка маринованная. Горошка мы как-то не обожаем, а вот селёдочкой воспользуемся. Пожалуйста. Ну, как, Ольга? Ничего. Спасибо, хорошо. Последний курс ведь самый трудный, да ещё практика в госпиталях. Ну, а как твои успехи? Значит, весной актриса? Ну, если выпустит. У нас сейчас каждый день выступления в госпиталях. У лётчиков, у зенитчиков. А ты откуда сейчас? Из Тулы. Как там? Города не отдадут. А что, Павлик, он по-прежнему в Севастополе? Да. Такие письма весёлые пишут. Спрашивает, какие новые пьесы идут в Москве. А что, Галина Сергеевна, заходит к нам? Нет. Она же эвакуировалась в Сибири ещё в октябре. Знаешь, что самое забавное? Они с Люсей оказались в одном городе. А Шурка? Да он в Москве. Работает в какой-то микробиологической лаборатории. Критан Михаил Иванович. Кончилось время. Вот, говорит. Ну, что же, поехали. Строгий-то уме человек Бочкин. Куда вы сейчас? На Волоколамское шоссе. Через полтора часа должны быть на передовых. Аккуратно едем. Нынче это по соседству. Ты скажи ей. Скажи, что я помню её. Что, ну, словом не забыл. Ну, вот и всё. Ну, прощай, актриса. Ну, этого, этого не надо. Не надо, не надо. Да. Тем более, что у меня на сцене это лучше получается. В жизни не так выразительно. Прощайте, Настасья Владимировна. Миша, как? Уже? Уже, уже. Миша, так нельзя. Дожди соль. Ну, это непорядок. Я очень с вами согласен. Но время. Прощайте, граждане москвичи. А селёдочка у вас была самых чистых кровей. Благодарствую. Какой странный человек, Миша. Пил чай стоя. Не мог дождаться Ольги. Всё-таки мне не по душе все эти эскапады. Во всём должна быть мера. Ну, что вы такое говорите, тётя? Ах, а хорошо, что они напились в чаю. На дворе ужасающий мороз. Что? Что? Ниша здесь. Мне соседи сказали. Ну, где же он? Уехал. На какой вокзал? Я найду его. Он уехал на грузовике. Прямо на фронт. Что он говорил? Не помню. Они стоя пили чай. И его товарищ всё время кашлял. Потом он сказал, что помнит тебя. Нет, но дело не в словах. Он так это сказал. Сейчас на кухню явился водопроводчик. Он объявил, что немцы в 50 километрах от города. Нина уходит. Нина. Скоро 10 часов. Тебе пора в училище. Закутай хорошенько горло. Сегодня постановка голоса. Нина. Ты плачешь. Ах, это ты, Ольга. Ты вернулась. Он только что уехал. Сейчас хочу встать в очередь и получить макароны. В конце концов, мы можем сделать запеканку. Не надо огорчаться, мой друг. Миша вернётся. А немцы проиграют войну. Они всегда их проигрывают. Ольга осталась одна, прошлась по комнате, заметила отсутствие фотографий, как-то невесело улыбнулась. Войдите. Это вошёл Ведерников, небритый, усталый, в пальто без нескольких пуговиц, с чемоданом и старым мешком в руках. Шура, что с вами? Вы так изменились. Вот, я принёс вам своё имущество. На мою жилплощадь упала бомба. Хорошо, что Люська уехала. Не хотела ведь. Простите меня, Оля. Я, кажется, сегодня не здоров. У вас жар. Неделю тому назад лабораторию эвакуировали, я остался один присматриваться помещением. Я один, и у меня ни одного кролика и ни одной крысы. Может быть, мне следовало уехать со всеми, но мне дорог каждый час. Ещё несколько дней, несколько опытов, но у меня нет. Крыс. А я, кажется, очень давно ничего не ел. Слушайте. Слушайте, я скажу всё. Препарат против сепсиса и раневых инфекций. Ведь накладывание стриптоцита на гноящиеся раны почти не приносит пользы. Уничтожение микробов в ране возможно только при помощи вещества, обладающего щадящим действием. Вещества, которые убивают микробов, не повреждая клетки человеческого тела. Понятно или нет? Я бы спас жизнь десяткам тысяч наших бойцов. Стойте. Стойте. Мне пора. Мне пора, я пойду домой. Вам теперь уже некуда идти. Разве? Верно. Я хочу пить. Подождите. У нас был чай. Я посмотрю на кухню. Граждане, воздушная тревога. Граждане, воздушная тревога. Люся. Люсенька. Жизнь моя, ты меня слышишь? Пожалей меня, Люсенька. Второй месяц я не ем и не сплю. Сотни тысяч солдат умерли, не дождавшись. Я должен был им помочь. Но время. Время. Еще немножко. Еще совсем, совсем немного. Крыс. Достаньте мне крыс. Вы слышите? Вы должны достать мне крыс. Ольга. Это ты? Что случилось? Кто это лежит на полу? Шура. Что с ним? Кажется, тиф. Миновала первая военная зима. Снова наступил май. В поселке Сокол в знакомой комнате Настеж открыты окна и двери на веранду. Вечереет. У окна стоит Нина и задумчиво смотрит в сад. С улицы со свертками в руках входит Ольга. Здравствуй. А я задержалась. Видишь, как поздно. Шура дома? Смешно звучит этот вопрос. Шура дома? Да разве здесь его дом? Не стоит об этом. Как он умеет мучить окружающих, этот человек? За три месяца, что он был болен, он даже смерть свою измучил. И она отступилась от него. Замолчи. Сама же ревела, когда он умирал. Оказалось, не было никакой надежды. Ну, мало ли что было. Конечно, я жалела его. После тифа заболеть воспалением легких, да еще в такой тяжелой форме. Но ведь ты выходил его, и теперь он здоров. Сегодня 8 мая. Он пять месяцев живет у нас. Оля. Оленька, милая моя, ты меня воспитала, и я во всем привыкла тебе верить. А теперь ведь я все вижу. Ну, как ты можешь равнять его с Мишей? Нина. Нет! Если бы была жива мама, она бы тебе сказала, что ты поступаешь нечестно. У нас в семье никто не поступал так. Нина! Я начала говорить, но ты не стала слушать. Сегодня утром я получила назначение в армию. И через несколько часов уезжали. В Лазовую. Погоди. Но ведь тебя же хотели оставить в госпитале при клинике. Ну, мало ли что хотели. А я вот взяла, да по-другому решила. Оля. Оленька. А за Шуру не брони. Да, я, кажется, очень его люблю. Я знаю, он вздорный, непутёвый, слабый. И я подумала, пусть моя любовь поможет ему стать другим. Милая, милая, прости. Ну, не гляди на меня так, я твой друг, сестра, слышишь? Ну, а если ты его действительно любишь, у тебя должно хватить силы оставить его. Да, да. Да. Только бы он задержался, я уехала не прощаясь. Он не должен знать, понимаешь? Ольга. Тётя. Ольга. Ты здесь? Возможен вариант, что сегодня я сделаю суп с клёцками. Тётя. Тётя Оля уезжает. На фронт. Ах. Так. Ну, что ж. Ну, ты врач, и твоё место, безусловно, там, на полях сражений. Ну, в конце концов, ты из военной семьи. И я нахожу, что тебе повезло. Ты могла попасть, бог весть, в какой заштатный госпиталь. А теперь ты едешь в действующую армию. То есть места, где непосредственно решаются судьбы России. Оля уезжает сегодня, тётя. Через час. Ах, так. Ну, что ж. И в этом ведь есть своя логика. Чем скорее, тем лучше. Не правда ли? Вот только жалко, что ты не будешь на выпускном спектакле у Нины в субботу. Не правда ли, Нина? Да. Да, тётя. Уже поздно. Я пойду собирать вещи. Идём, Нина. Ты поможешь. Идём. Тётя Тася. Тася, оставшись одна, грустно улыбается, вытирая слёзы. На веранде появляется Ведерников, с ним молодой человек в морской форме. Настасья Владимировна, полюбуйтесь, кого я вам привёл. Павлик. Павлик. Павлушенька. Героическая личность. Прилетел из засаждённого Севастополя и через два дня собирается обратно. Военный моряк. Какой же вы молодец, Павлик. И медали на груди. Ну, рассказывайте обо всём, обо всём. Рассказывать я вам буду вечером, Настасья Владимировна. Сделаю подробный доклад о военном положении и ночевать останусь, если позволите. Мама-то моя ведь в Тюмень уехала. А сейчас я к вам на минутку. Меня Шурка силой сотащил. Мне ещё по начальству явиться надо. Ну, смотрите же, Павлик, вечером мы вас ждём. В последнее время я стала очень интересоваться вопросами стратегии. И я надеюсь, что вы мне разъясните ряд вопросов, связанных с тактикой глубоко эшелонированной обороны. У вас тут бесперемен. А вот тебе виднее путешественник. Ах, Шурка, каких я людей в Севастополе узнал! Честных, азартных, добрых, непреклонных. И знаешь, что самое главное в этом? Что я уже здесь не зритель, нет. Я как бы сам действующее лицо, ты понимаешь? Ну, а помереть-то ты не боишься? Ведь я слышал, вас там постреливают в Севастополе. Ну, честно говоря, умереть бы не хотелось. А потом маму будет жалко. Да, она всё ещё ждёт, что я прославлюсь. Да, всё ещё ждёт. А ты знаешь, Шура, мамы такой странный народ. Да, я вот тоже второй месяц собираюсь к маме. Да всё как-то не хватает времени. Ну, что ты занят, это понятно. Ведь то, о чём ты мне сейчас рассказывал по дороге, это величайшее дело. При раневых инфекциях сульфидин и стриптоцит малоэффективны. И если бы тебе удалось, Шура, если только... Да, вот если на время идёт, умирают наши люди, а я... Я путаюсь, как слепой в трёх соснах. Ну, я не понимаю ничего, Шура. Подожди, почему ты не можешь привлечь к консультации какого-нибудь видного специалиста? Я не знаю, ну, профессор... Чёрт, я не малое дитя, и мне не нужны няньки. Да ты не прав, Шура. Я всё решу сам. Нет, ничего я не решу. Ах, чёрт, мне так всегда всё легко давалось, а вот теперь, когда я взялся за настоящее, за большое, я бессилен. Я совершенно бессилен, Павлик. Вот сейчас только что я был с тобой груб. А ты знаешь, почему? Ну, мне стыдно тебя. Вот этих твоих двух честных медалей. Стыдно. В трамвае я не гляжу в глаза военным. Мне кажется, что я всех обманул. Обнадёжил, а не сумел. Шура. Шура, вот здесь у меня есть цифраль замеси. Я её в госпитале в Севастополе вёл. Разные интересные случаи и тому подобное. Ты возьми, перелистай свободное время. Может, пригодится. Ой, Шура, ты, пожалуйста, прости. Мне на Гоголевский в наркомат. Если что, я вашим соседям позвоню. Тебе, конечно, передадут. Да подожди, подожди. Ты бы хоть Ольгу и Нину дождался? Ведь они же меня заклюют, что я тебя отпустил. Нет, 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 вечером вечером. А то задержусь, взыскание получу. Ну, до вечера. Да, до вечера. До вечера, Павлик. Проводив Павлика, Ведерников перелистывает оставленную им тетрадь. Почерк. Ну, кажется, всё уложили. Тише. Шура вернулся. Я попробую получить тебе хлеба на дорогу. Смотри же. Я знаю. Иди. Вы из института? Да. А что это водились по дорожному? Собираетесь куда-нибудь? Разве? А здесь был Павлик. Он сегодня из Севастополя прилетел. Павлик? Угу. Что же вы не сказали? Ну, у него дела. Он зайдёт попозже и ночевать будет у нас, так что ещё успеете наговориться. Да? Ну, что же. Странные вы сегодня. Разве? Что пишет Люся? Обычное. Работает на танковом заводе. Шурочка выросла. Живётся трудно. Я соскучился по ним, Оля. Поезжайте. Вы что же не верите, что мне удастся закончить мою работу? У вас карман разорвался? Снимите пиджак, я зашью. Снимите, снимите. Надоел я вам. Разве? Вы сейчас очень на мою маму похожи. Знаете, она так баловала в детстве. Солдаты идут. Наверное, на вокзал. Вот как. Что я хотела вам сказать. Ах, да. Пожалуйста. Пожалуйста. Берегите себя, Шура. Вы ведь ещё не совсем оправились. Сказать правду не рассчитывала я оставить вас в живых. Вы знаете, Оля, иногда мне кажется, что я был так близко от смерти, что на какое-то мгновение даже душа моя от меня отлетела. А потом вернулась. Вернулась, но стала немножко другая. Лучше или хуже? Это вы мне её вернули. Вам и знать. А по секрету я скажу вам вот что. Мне всегда казалось, что в моём теле живёт, по крайней мере, дюжина враждующих друг с другом людей. Вот если бы я был писателем, я написал бы книгу о человеческих заблуждениях с тем, чтобы никто и никогда не повторял их. Что это за тетрадь у вас? Это Павлик оставил. Почерк у него совсем детский. Странная запись. 9 февраля лейтенант Васильев ранен осколком в нижнюю треть ребра. Пульс ещё прощупывается. В следствии изменения температуры культура бактерий перфингенс изменила ферментативные свойства и в состоянии Васильева наступило облегчение. Температура? Температура? Вот, готово. Берите, Шура. Углубившись в записки Павлика, ведерников не глядя отбрасывает пиджак в сторону. Температура? Ну, почему же я раньше не учёл этой пустяковины? Почему? Ведерников бросается к этажерке. Лихорадочно ищет свои записи. Ольга, не отрываясь, смотрит на него. С улицы входит Нина. Вот, хлеб и 300 грамм сахара. Как раз хватит на дорогу. Оля, из института прислали за тобой машину, чтобы проводить на вокзал. Что с тобой? Куда же, куда же я делал таблицы температуры? Да что у вас тут случилось? Ну, вот, вот, кажется, всё. Ты можешь ехать, милая. Хлеб и сахар я кладу в мешок. Шура! Подождите, подождите минутку. Таблица должна быть здесь, здесь, на столе. Я понесла вещи в машину. Нина, Нина, мешок дай мне тебе. Вот, вот, наконец-то. Температура плавления по Цельсию 268-70 градусов. Так. Оля! Ольга, скорей! Ольга оглядывает комнату. В последний раз смотрит на Ведерникова, склонившегося над столом. И быстро уходит. Так. Не может быть никаких сомнений. Ключ здесь. Температура. Здесь. Здесь надо искать. Но как же я раньше это не догадался. Ведь это же так просто. Малый ребёнок, и то, понял, моя. Оля! Оля! Настасья Владимировна, милая. Куда все делись? Только что к соседям позвонил Павлик. Он просил передать, что не сумеет зайти. Он получил предписание немедленно вернуться в Севастополь. Почему же? Вот жалко. А где Ольга? Уехала. Как уехала? А когда она вернётся? Что вы! Шура! Февраль 1943 года. Над небольшим сибирским городком Борском разыгралась сильная метель. Поздний вечер. В маленькой комнате одноэтажного бревенчатого дома, за столом, кутаясь в платок, сидит Галина Сергеевна и что-то пишет. За занавеской в своей кроватке спит Шурочка. У печки Люся стирает бельё. ПОЁТ 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 Я, Галина Сергеевна, на Кавказе никогда не была, а Крым на меня особого впечатления не произвёл. Так ничего выдающего. Извини, Горти, куда лучше. Галина Сергеевна, вас метель не нервирует? Нет. А у меня, если ветер воет, очень на сердце бывает беспокойно. Я даже рада, что нынче у вас свет не горит, и вы ко мне работать пришли. А то одна шутка как-то. Ой, я сегодня так устала, меня просто даже ноги не держат, честное слово. Всё-таки на сварке довольно трудно работать. На организм ложится очень большая физическая нагрузка. И глаза что-то болят. Нынче даже книжку почитать не удастся. Ой, устала. Давайте-ка я лучше посижу. Галина Сергеевна, а что это вы пишете? Стенограмму расшифровывала. Фух, ну вот и всё. Так сказать, окончен труд. Замучил вас, Никита Алексеевич. Пустяки. Люся, знаете, о чём шла вчера речь у директора? Выпуск танков ещё до мая увеличить вдвое. Ну, это непросто. Ещё бы. Но мне кажется, у Никиты Алексеевича есть кое-что в запасе. Он что-то придумал, ей-богу. Да, он умница. Как всё-таки, Люся, приятно, когда человек талант и умница. И самое главное, это, пожалуй, то, что талант его согрет любовью к людям. Ладно, хватит бабе и болтовни, пойду домой лучше. А как же? А вдруг Михаил Иванович из госпиталя придёт? Он обещался вечером зайти. Поздно, Люсенька, девятый час. Да и погода сегодня не для прогулок. Жалко. Я люблю, когда он приходит. Сразу Александра Николаевича вспоминаю. И так делается весело. Будто и войны нет. А сидим мы где-нибудь в Москве и болтаем про всякое. А это всё-таки хорошо, что его в госпитале наш город эвакуировали, правда? Галина подходит к детской кроватке. Как Шурочка вытянулась за эту зиму. Такая стала длинненькая. А вот интересно, что Александр Николаевич скажет, когда приедет. Он ведь её полтора года не видал. Я его дня через два-три жду. В последнем письме писал, что в середине февраля приедет. Как ветер троит. Говорят, в метель сны счастливые снятся. Ладно, хватит болтовни и пойду домой лучше. Кто это? Проходите, пожалуйста. Привет добрым людям. Никита Алексеевич. Ну, как вам это безобразие нравится? Нам, сибирякам, и то эдакая метель не в привычку. Ну, а я-то хорош. У самого вашего дома в сугроб провалился. Ну, думаю, тут мне и крышка. Собираю последние силы, выбираюсь из сугроба, и вдруг бац головой обо что-то весьма фундаментальное. А оказывается, грузовик стоит у самого вашего дома и снегового занесло. Вы только посмотрите, какая шишка. Ну, это просто какой-то ужасный грузовик. А в него все стукаются, а чей он никто не знает. Как здоровье. Слыхал я, с глазами у вас худо. Это все от очков, Никита Алексеевич. Бериндеев завтра обещал другие принести. Думаю, обойдется. А я ведь, собственно говоря, по вашу душу, Галина Сергеевна. Да, пожалуйста, Никита Алексеевич. Садитесь. Так, через полчаса у директора намечено небольшое совещание технического характера. Ну, а штатная сценографистка все еще болеет. А вопрос-то нынче серьезный. Я с удовольствием, Никита Алексеевич. Вы только недолго, Галина Сергеевна, задерживайте. А то ведь она совсем не спит. Придет из цеха, а после вашей сценограммы расшифровывает. Ну, что вы говорите, Люся? Ну, правда, Галина Сергеевна. Ах, вот она что. А я ведь думал об этом. И знаете, что хочу предложить? Переходите в заводы управления работать. Сценографистка. Ну, а в цехе без вас обойдутся. Нет. Почему? Почему? Когда-то я училась в машиностроительном институте, и просто меня многое интересует в цехе. Понимаю. Ну, что же. Буду вас считать внештатной энтузиасткой. Давайте чай, Никита Алексеевич. Давайте. Да, обещание ты свое выполнил. Достал газету, где о вашем знакомом пишут. Вот здесь вот фотография и статья. Люся, смотрите, Павлик. Павлик. Павел Тучков, героически погибший в боях за Севастополь. Посмертно удостоен сталинской премии за выдающиеся медицинские открытия. Вот ведь. А говорили он неспособные, смеялись над ним. Вот, Никита Алексеевич, человек был. Такой удивительный, приятный. Я его больше всех шурных друзей любила. А здесь, Люсенька, и о вашем муже есть. Правда? Где? Ой. Нет. Глаза болят, вот горе. Читайте вслух, Галина Сергеевна. Препарат доктора Тучкова является новым мощным оружием советской медицины в борьбе с раневыми инфекциями. Наблюдения клиницистов под руководством заслуженного врача-хирурга Черкуненко показали, что препарат быстро очищает гнойные раны от микробов и некротической ткани. Обширные нагноения после ожогов у водителей танков под воздействием препарата Тучкова очищались в несколько дней. К сожалению, ранняя смерть не позволила молодому врачу полностью завершить свои изыскания. На долю советских ученых таким образом ложится задача продолжить работу Тучкова. А где Шашури? Вот. Совет экспериментального института медицины вынес благодарность доктору Ави Дерникову, который собрал и систематизировал материал, оставшийся после смерти Павла Петровича Тучкова. Как хорошо. Вынес благодарность доктору А. Дерникову. Торжественно, правда? И Павлика назвали Павел Петрович. А я даже не знала, как его по отчеству. Вот матери в горе утешения, правда? Она ведь так хотела, чтобы Павлушенька-то прославился. Ох, кто ж был-то. Михаил Иванович, все-таки пришли. Вот, красава. Ух, не очень ты себя бережешь, Миша. Что это у вас там за грузовик возле дома замаскировался? Вы только поглядите, какая шишка. А моя все же больше. Значит, товарищи, по несчастью. Ну что ж, познакомимся в таком случае. Лаврухин, майор медицинской службы. Архипов Никита Алексеевич. Работаю на заводе, где порторгом ЦК Архипов Никита Алексеевич. Да, да. Так. Ну, где воевали? Да в разных местах пришлось. Вышел из строя под Воронежем. Ну и так, по правде говоря, на многое не рассчитывал. Ну, как видите, собрали меня и сшили. Неплохо. Тем более тебе не следовало вылезать в такую метель. Тебе после операции отдыхать надо. Хватит, хватит отдохнул. Ну, девушки, поздравляйте меня. С чем ты? Я сегодня в госпитале две операции провел. Как это? Кто же ты в госпитале, врач или раненый? Да видишь ли, у нас хирург заболел. Ну, я и упросил главврача разрешить мне провести операцию. И сошло, кажется, неплохо. Руки жали, поздравляли. Михаил Иванович. А главврач смеется. Кем же, говорит, мне тебя теперь по штату-то считать? Больным или врачом? Своебольничаешь, Мишка. Тебе после такого безобразия в постельке лежать, а ты по знакомому разговываешь. Нет, нет, тоска. Тоска по дамскому обществу и хорошо заваренному чаю скалы сокрушает. Михаил Иванович, моего мужа, однокурсник и друг. Я за такое счастье, что его к нам в госпитале эвакуировали. Так бывает приятно Москву вспомнить и как жили раньше. Вы знаете, у нашего дома кондитерская была. И там пирожные продавали просто так за деньги. Не верится, правда? А теперь вот кондитерскую разбомбили. И дом наш тоже. И где мы с Шурой будем жить, неизвестно. Вот я так думаю, Москву после войны лет 20 будут восстанавливать, не меньше. И кондитерских тоже долго никаких не будет. Вот видите, товарищ военврач, какие у меня кадры. Своеобразные. По правде говоря, я вам не очень завидую. Да? А между прочим, зря. Золотой народ нашей женщины. Заводишка здесь в Борске был так небольшой. Рукодельная мастерская на 200 душ. А полтора года тому назад из Ленинграда сюда эвакуировали первоклассное оборудование. И пришли вот эти вот женщины. И своими милыми, неопытными руками создали чудеса. Вот, Люсенька, у нас первая на сварке работать стала, а за ней уж другие потянулись. Ведь подумать только. Вот такое вот воздушное создание танки строит. И вот почему Гитлеру не жить. Неисправим был один мой знакомый. Очень любил выступать. Ну, так сказать, привычка, вторая натура. Ну, ладно, будет смеяться. Пойдемте. Дайте-ка эти маленькие надеть. А ты, Люсенька, не скучай. Мы скоро вернемся и опять будем чай пить. Опять. Кстати, товарищ Архипов по этому поводу скажет нам одну из своих лучших речей. Сдаюсь. Вот так-то лучше. Да, забыла. Прочти о Павлике. О Павлике? Потеплее одевайтесь. И останутся, как в сказке, как манящие огни, Штурмовые ночи с Паска в Волочаевские огни. Штурмовые ночи с Паска в Волочаевские огни. А ведь, пожалуй, это песни о нас. Может быть, это ночь, это метель. Останутся, как в сказке, как манящий огонек. Завяжите мне платок. Давайте. Потуже. Пожалуйста. И идемте. Ведь что сделал человечина? Сколько жизней солдатских теперь будет спасено? Да нет, вот Шурка, он бы мог, в это б я поверил. Что вы, Михаил Иванович, Павлик-то куда был более аккуратный. Аккуратный? Да-да, предположим. Завидую я. Павлику? Вера, Шурка теперь продолжит его работу. Ведь сейчас главное, это не упустить время. Идти по горячим следам. Ведь тут же тропка к самой гангрене ведет. Ах, великое дело ему досталось. А тебе, Мишка Лаврухин, нет фортуны, да? Не грустите, Михаил Иванович. Еще все успеете. Еще очень много нужно всего сделать и всего придумать. Я должен работать. Завтра с утра. Иначе мне крышка, Люси, вы понимаете? Понимаю. Мы с Галиной Сергеевной тоже так думаем. Да, это хорошо, что вы с ней дружите, Люсенька, очень хорошо. Ну, все-таки, знаете, Михаил Иванович, свой человек. Ах, Михаил Иванович, я так по Шуре соскучилась. Очень хочется поскорее поглядеть на него. Вот я только боюсь, он меня увидит и ужасно разочаруется. Ведь я совсем чумичкой стала. И вон, видите, какие руки. Просто страшно взглянуть. А раньше я была такая хорошенькая. И особенно, когда на телеграфе работала, вы знаете, такая стройная, миленькая. Многие просто удивлялись. Михаил Иванович, а вы знаете, как мы с Шурой познакомились? Очень интересно. Шура с одной девушкой свидание назначил у телеграфа, а она не явилась. Он ее целый час прождал и был ужасно злой. А я как раз с работы шла. Он меня увидел и влюбился сразу до безумия. Интересно, правда? Ну ладно, хватит о Шуре. Давайте лучше об Ольге Петровне говорить, чтобы вам не обидно было. Михаил Иванович, а вы не огорчаетесь, что от нее так долго нет известий? Конечно, восемь месяцев большой срок. Но ведь война. Мало что бывает. И потом, ведь она ж не знает вашего адреса. Не знает, что вы раненой-то были. Кто это? Люся. Люсенька, вы не спите? Соседка зовет. Я щас. Вот хорошо-то. Соседка с работы вернулась, а у нее письмо от Шуры с самого утра лежало. Верно пишет, с каким его поездом ждать. Ой, нет. Глаза болят, вот горе. Читайте вы, Михаил Иванович. Ну что вы, что вы, Люсенька. А там, может быть, у вас что-нибудь очень личное? Зачем же? А вы-то ведь все равно свой. И потом, он такие письма пишет художественные. Читайте, Михаил Иванович. Ну, давайте. Вам светло. Да. Люся, милая, прощай. Через несколько часов я уезжаю на фронт. Ты знаешь, когда я болел, Ольга спасла меня, вернула жизнь. Нет, не в жизни дело. Она заставила меня стать другим, лучше, чище, честнее. И вот сейчас я с отчаянием убеждаюсь, что мне трудно, мне невозможно жить без нее. Ничего, Михаил Иванович. Читайте. Недавно я встретил человека, который был с Ольгой в Лозовой. Он рассказал, что Ольга была ранена и, вероятно, попала в руки немцев. Пойми, я не могу больше оставаться в тылу. Мне стыдно самого себя. Вот почему я все бросил и уезжаю. Сегодня зашел к маме, но не застал. Так мы и не встретились. Расскажи Мише о том, что я узнал. Передай ему, что я помню его и люблю. Война разметала нас в разные стороны. И кто знает, удастся ли нам всем свидеться. Но я решил написать тебе правду, потому что больше никогда не стану лгать. Прощай. Поцелуй Шуреньку. Прости меня. Шура. Михаил Иванович, слышите, как дует? Надо вторую дверь закрыть. Да, пожалуй. Вы только, Галина Сергеевна, ничего не говорите. Пусть не знает, хорошо? Я не разумею этого, понимаешь? Как же так уехал без оглядки? Бросил все. Я не разумею этого. Вы, кажется, Люся Ведерникова. Вас сменный мастер в цех спешно зовет. У него до вас серьезная надобность. Конечно. Я сейчас. Я быстренько. Я сейчас. Ну и метель, а? Цирк просто. А я еще у вашего дома на грузовик наскочила. Глядите, какая шишка. Уж я ее снегом терла, терла. Ну, безобразие прямо. А вы в последний час слышали? Наши в Донбасс вошли. По радиомаршу передают полная победа. Идемте. Скорее. Идемте. Ваврухин включил радио. Ваврухин включил радио. Далеко разметала людей война. Немало дорог войны прошел и Ведерников. Войнская часть, где он был врачом, в апреле 1945 года подходила к Берлину. Ночь. Полуразрушенный вокзал близ переправы через Одер. У дымящегося костра расположили старший сержант солдатенков и артиллерист с аккордеоном в руках. У стены, прижавшись друг к другу, крепко спят три солдата. Немного пооды, положив голову на мешок, уснула какая-то женщина. ПЕСНЯ 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 Да я не о том печали, старший сержант. Эх, не дошел я до Берлина. Тойди, артиллерист. Домой направляют. Та что так? Не хожусь более. Бывает Опять артиллерист тоскует Гармонь у него хороша Гармонь, аккордеон, дурила Ну и пес с ней Ой, хватит Гляди-ка, гляди-ка Санитарные машины подошли Лечись не хочу А может тебе требуется артиллерист? Мне больше ничего не требуется На перрон быстро входит Ведерников С ним Бойка и девушка-санитарка Был вокзал Нет вокзала Где переправа через ОДР, сержант? Так что переправа только что наводит Товарищ военврач, к утру будет Может, Зойка, я сейчас вниз к реке схожу А ты меня здесь подожди Есть Ты что, ранена? Еще чего выдумал Это меня повар паломником зашип Вот так-то, старший сержант А ты серьезная? Будь уверен Ух, уж больно много медалей на тебя понавесили Медалей много Звездочки не достает Ох, золотой На меньше я не согласна Ну, девка А вот у начальника твоего что-то не видать медалей Ну, да У него больше моего в два раза Ух ты Он только их носить воздерживается А это почему же? Они при операции брякают очень Ну, ты скажешь Да ты знаешь, что это за личность, Александр Николаевич Ну, да Он много тысяч бойцов своей рукой спас Вот, скажем, оторвет тебе голову А он новую приставит И шагает солдат своей дорогой Его маршал Конев Лично в губы целовал Понимаешь, балда? Уж больно горячо рассуждаешь Видать, интерес у тебя есть Был интерес Нет интереса Он для меня Не более, чем дальняя звезда И не менее Понятно Другая у него есть Без вести она пропала Три года назад Тоже военврач была Переправу установят через час Придется ждать В обход ехать далеко Ступай к машинам, Зойка Скажи, чтобы в лесок заехали А то здесь бомбят часто Есть Подсаживайтесь к нам, товарищ военврач Чайком не воспользуйтесь Ну, налей кружечку Давно воюешь? С июля 42-го Так, с нашим братом имел дело Ну, а как же, серьезно со мной обстояло Думал, что без ноги останусь Да спасибо, препарат доктора Тучкова выручил Об том препарате я в госпитале слышу Говорят великая вещь Это точно Вот только он Не во всех случаях способствует Вот у нас в лазарете Старшина Васюков Гангреной мучился Ну, ему, конечно, тоже накладывали Этот раствор на зараженное место А он, старшина-то, от кровотечения помил Видишь ли, сержант Против гангрены Раствор помогает в редких случаях Да что же он, доктор Тучков-то, то есть Не усовершенствовал свой препарат Он погиб на фронте Доктор Тучков А, ну, это понятно С мёртвой спросу нет Ну, а другие врачи, что же? Газовая гангрена, не шутка, сержант И всё же, да и срок Найдётся и на неё управа Да, как подумаешь, война Для вашего брата Великая практика Только годы уходят, не вернёшь их Я вот побродил по земле И понял В жизни, как на войне Нельзя одному О матери я Очень тоскую, сержант Жили вот в одном городе А виделись Редко Сейчас даже вспомнить странно Как я мог Так жить Да, постарел Уходят дни Когда я был мальчишкой Я думал, что дни Не исчезают бесследно А уходят куда-то И живут там своей постоянной И неизменной жизнью Куда уходят дни, сержант А куда же им уходить А не тут, при нас Хорошо прожитый день И после нашей смерти Жив остаётся Кончится Война Строже жить будет Кому жизнь оставлена С того нынче Особый спрос Думаешь У меня в эту войну Семь дружков погибло Так что же вы думаете Они свою жизнь-то отдали Чтоб я на лавке валялся Да пироги с водкой жрал Полагайте, за такую перспективу А не помер Ну, а по-твоему, как, сержант? А мы, товарищ военврач От фашизма Не свиной тушёнкой Откупились А в открытом бое Его уничтожили За это на нас Многие миллионы С надеждой смотрят Пока на земле Горе Нам покоя нет Это точно Ты чё, пришла? Просто так пришла Ну, садись чай пить Сержант угощает Ну, налейте кружечку Она у вас строгая Облавалась Ну, да Моё было в стмо Под пулями лазать Ты что же от чай пьёшь некрепкой? Пехота Строгий у меня адъютант Второй год снимаюсь Вот, погодите Встретитесь с вашей звёздочкой Сдам я и вас в полной целости И прощайте Только вы, Зойку Толоконцеву, видали Да ну Сыграй, грустный артиллерист Сыграю Дай-ка огоньку, сержант Слыхал я Товарищ военврач Подружка у вас без вести пропала Разболтала уже А вы, товарищ военврач Не теряйте веры У всех встречных спрашивайте На фронте встречи бывает как нигде Думают, убит человек А он жив Видите, женщина спит Они, небось, тоже думают погибла А она жива Кто такая? Да простая женщина У немцев в плену была Потом к партизанам перебежала Потом в немецком тылу В разведке находилась Сколько лет без вести числилась А теперь вот как вы Переправа на тот берег ждёт Вы что улыбаетесь? Александр Николаевич Какое хорошее лицо Только искудавшее очень И на Ольгу похоже немножко Чуть-чуть Ой, хватит Расстраивает меня музыка Нет сил Ну, время идти Двинулись, зайка Спасибо за чай Пехвата Будь здоров Артиллерист Папиросы мне показаны Дай гагать глухо, сержант А ну, стой, мейн врач Фриц летит Сейчас опять Переправу бомбить будет Воздух 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 Подъём Воздух Ложись Завтра победа Помирать не охвата Шура Шура Ольга Опять живы Смотри, пожалуйста Ольга Милый Мой Ну что Ну что я вам говорил Товарищ военврач Вот и встретились А ведь я не узнал тебя Чуть не ушёл Когда спала У тебя было такое чужое лицо И волосы седые вот здесь Жизнь моя От реки поднимается артиллерист На руках его раненая Зойка Всё, товарищ военврач Зойка Встретились Александр Николаевич Ну вот Прощайте Была Зойка Нет Кому смерть Кому жизнь А кому жизнь оставлена С того теперь Особый спрос Так что ли, сержант Встретившись после трёх лет разлуки Ведерников и Ольга Вместе продолжали путь По дорогам войны Но вот отгремели Последние выстрелы И первой мирной весной В мае 1945 года Ведерников и Ольга Ведерников вернулись в Москву В полночь они подошли к знакомому домику В посёлке Сокол Двенадцать Слышишь Кремлёвские часы бьют Неужели мы дома? Шура Всё может быть Я постучу Тебе страшно? Что мы скажем Мише? Всё Неужели никого? Замок на двери Странно Я часто думала О своём возвращении Какое оно будет Всё случилось не так Совсем Ты напрасно не послушалась Меня Прямо с вокзала нам следовало Поехать к маме Мне так хочется Чтобы вы подружились Ты всё время Думаешь О Люси И Шурочке Что с ними? Да? Да И я тоже Знаешь На войне я часто загадывала Неужели мы снова встретимся? Тогда это казалось Таким счастьем А вот теперь Когда мы наконец вместе Тебе перестало казаться Это счастье Мы так долго искали Друг друга И вот наконец нашли Остального нет Правда? Наверное Нет Всё-таки это глупо Сидеть ночью Здесь в саду Пойдём к соседям Узнаем где наши Может быть уехали куда-нибудь Иди сюда Я знаю С улицы в сад входят Нарядные Нина Тётя Тася И Галина За ними идёт Лаврухин Первый час ночи А мы ведём себя Как отчаянные полуношники Ну на Нинином месте Я бы вообще не ложилась нынче спать А взяла бы лихача Или как это теперь называется Виллис И до рассвета Каталась бы по Москве Как-никак А после конца Занавес давали Четырнадцать раз Что и будет Немедленно отмечено Приготовлен торт И бутылка шампанского Мы до утра будем прожигать жизнь Мои дорогие Я отправлюсь на кухню Иначе вам придётся ждать чая целую вечность Увы, меня губят все эти технические модернизации Вроде керосина Тётя, я помогу вам Ни за что Нина Можно мне поцеловать вас Вы удивительно играли сегодня У меня такое чувство Словно вы мне помогли В чём-то очень важном Как вы похвалили меня Я даже покраснела Спасибо Миш Как хорошо, правда? А вы знаете О ком я всё время думаю сегодня? О Павлике Ведь он меня в беспреданнице цыганкой видел А сегодня Лариса Милый Павлик Я пойду прилягу немного А то успех мне вскружил голову Кажется в самом нефигуральном смысле А что от Шурки? По-прежнему нет писем? Ни слова Люся верно беспокоится? Молчит Она ведь никогда не жалуется, не плачет Всегда одна Мне кажется, ты любишь её Мы два года прожили рядом И работали вместе Это было удивительное Счастливое время Уж не скучаешь ли ты по Борску, Галина Сергеевна? Пожалуй Ну что же, ты поезжай в Борск Поезжай на завод, где работает порторгом ЦК товарищ Архипов Архипов Да Кстати, он приезжает завтра Здорово это у тебя звучит, кстати Ну ладно, вот что Приведи его завтра к нам, пообедаем вместе Я скажу, но Ой, опаздываю до закрытия метро 7 минут А в котором часу он приезжает? В 7 утра, а что? А, да так, кстати Мне теперь понятно, почему он так торопится на метро-то Вот дурак, до завтра! До завтра, до завтра! Лаврухин остался один Он сел на скамью и закурил трубку Миша Шура? Ты? Сколько мы не виделись-то, а? Почти 5 лет Помнишь, ты приезжал с Олегом из Нарьянмара И мы встречали новый 41-й год Да, 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 да Ты уже был дома? Дома? Да Нет Я прямо с вокзала А, Люся ведь теперь живет у твоей матери Да? Как они? Тесновато живут, но, по-моему, дружно Я недавно был у них Дело в том, видишь ли, Шура Что у твоей матери Склероз сердца У нее был припадок Ну, вот Люся за мной заходила Склероз? В острой форме? Она очень нездоровая у тебя, Шура Очень Когда ты ее в последний раз видел? Подожди Да и вспомните Странно Больше 5 лет прошло Да Время торопливее людей, Шура Скажи мне А почему ты не отвечал на мои письма? Помнишь, год назад я просил у тебя Черновики по влушиной работе? Они Не представляли интереса, Миша То есть Как не представляли интереса? Над препаратом я работал самостоятельно Все было решено Не хватало Последнего звена И вот В дневнике Павлика Я нашел фразу Которая подводила меня к верному решению Постой Так что же значит Автор препарата не Павлик А ты? А ведь это было первое О чем я тогда подумал, читая статью в газете Ты что же значит Свой успех приписал другому? А зачем, Шура? Ты что, мать Павлика, что ли, пожалел? Да Но если всю Правду говорить То не это было Главным, Миша Видишь ли Даже наедине с самим собой Я понимал, что я Недостоин награды Если мне же так и не удалось Все решить самостоятельно Ну Мне казалось это Неполной победой Понимаешь? Вот мы и добрались с тобой До сути, Шура Ты ничьей помощи не желал Все хотел сделать один Так? Ну что ты молчишь? А? Вернулся с войны Ордена на тебя поблескивают И молчишь Ты что защищал на войне? Наш советский образ жизни Ради него ты себя не жалел А здесь Сам же его закон нарушил Вот твоя первая вина, Ведерник Есть и вторая Слушай, ну как ты мог бросить Своё, своё То, что было рождено тобой Твою мысль Я не знаю Ты знаешь, я завидовал Я смертельно тебе завидовал Что это тебе выпала Такая великая работа А ты, Шурка Да, Мишка, да Теперь только одним могу оправдаться Закончить работу Я сделаю это Даю тебе слово, Мишук Ты, значит, помнишь моё письмо О черновиках? Так вот, Шура Год назад Я решил продолжить эту работу И я начал её в экспериментальном институте Ну и в какой же стадии она находится теперь? После очень долгих поисков Мы видоизменили раствор И нашли состав Который, обладая меньшей токсичностью Позволяет вводить его в мышцу больного Так, 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 дальше Практический итог В восьми случаях из десяти Полное заживление раны Без хирургического вмешательства Ты Тебе это удалось? Мишка Шурка Мишка Оля Ты Жива Видишь Я верну вас Я так боялся Я никому не говорил, что верю Даже Нинке Я так боялся Ольга Оля А почему ты так поздно? Разве Шура Не рассказал? Шура Ведь мы вместе приехали Понимаю Миша Мишенька Я опять за вами Шуриной маме очень плохо Помогите нам, Миша Что? Шуренька Веди меня Скорее Идем Идем Люся На другой день Рано утром Когда ночная гроза уже прошла Но еще падали последние капли дождя Ведерников вошел в сад Он без фуражки Шинель небрежно наброшен на плечи Вслед за Ведерниковым В саду появляется Люся Вот Ты обронил фуражку Я шла сзади, подобрала Спасибо Я боялся Как бы с тобой ни случилось Чего Верно, ты очень промок под дождем Уже утро А ты все ходишь и ходишь Ничего Ты не обвиняй себя, что она умерла Было поздно Ты ничем не мог помочь Ты не виноват, Шура Я пойду Мне Надо побыть Одному Да ты не бойся Не бойся Все пройдет Из дома на крыльцо вышла Ольга Люся Здравствуйте А Шура? Вон он пошел Она умерла Да Когда Шура пришел, было поздно Он не давал ей никаких лекарств, ничего Он стал рассказывать, что очень ее любит Она все-таки умерла Куда он пошел? А никуда Он просто ходит по улицам И о чем-то все время думает Он давно так ходит Часа Четыре Верно, он не знает, что ему дальше делать А вы сильно изменились Я б не узнала вас Я ведь думала, вас и в живых давно нет Вот видите, как все вышло Да Шура мне все про вас рассказал И про плен И как вы в немецком тылу В разведке были Но страдали с вы Что вспоминать Прошлой жизни конец, Люся Новый начинает Да Да Вот только бы война не повторилась Верно Я сейчас много об этом размышляю Ведь столько пришлось увидеть горя Очень хочется, чтобы народы не страдали в дальнейшем, правда? А что у вас глазами? Почему вы в очках, Люся? А это так А вообще? Ну, мне пора До свидания Люся! Что? 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 Не надо! Не надо! Вы ведь ни в чем не виноваты Ну, разве вы не заслужили своего счастья? Не бойтесь, я не стану завидовать Я теперь не бедная Что делать? Все не так, как я думала Все Все Ольга 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 Ты здесь? В комсомольской правде Статья Нине Ее очень хвалят Миша Статья Нине Вот комсомольская правда Комсомольская правда Вот теперь я могу умереть Случилось все, о чем я мечтала Тетя милая Мы снова все вместе Война кончилась И самое трудное позади Вы думаете, тетя? Ну, конечно Боюсь, только американцы что-нибудь выкинут Я сейчас положу Нине газету под подушку Вот и солнышко Счастливый день Здесь была Алюся? Да Ночью умерла Шурина мама Да Что ты думаешь делать дальше? Не знаю Она проснулась Читает газету И совершенно спокойно Совершенно Принимай гостей, Михаил Иванович Никита Никита Милый ты мой Здравствуй Здравствуй Не удивляйся, что рано События, понимаешь? Понимаю Галина Сергеевна, еще нет? Да нет, нет Заходи, пожалуйста Знакомься Это вот Настасья Владимировна Хозяйка данной территории А это Ольга Ну, ты о ней слышал неоднократно Приходилось Приходилось А это Архипов Архипов Никита Алексеевич Так сказать, бог тыла И кроме того, великий человек Как утверждают некоторые Галина в том числе Ох, и злой же ты, доктор Мне о вас рассказывали Люси Ведерникова Люсенька? Ну, это, знаете ли, моя любимица Ну, как она? Работает, учится Готовится в машиностроительный институт К экзаменам Это ведь твоя идея, кажется? Да Очень хочется видеть Вот такую вот хорошую женщину Счастливой Да, кстати, вернулся ее муж с фронта Вернулся Вернулся Ну, мир им и любовь Я Я позабочусь о чае Я Хорошо, хорошо Ну, нашлась она все-таки, твоя Ольга Счастливец Доброе утро Вы уже здесь, Никита Алексеевич Как видите Поторопился В ЦК меня отпустили раньше, чем предполагал А вы что, смеетесь? Не знаю Она, кстати, смеется-то Не понял Не понял Ну, ладно, я оставляю вас вдвоем Мне почему-то кажется Что это вас не огорчит Кстати Ну, тебя Как ваши дела? Да, хорошие, как будто Никита Алексеевич Я должна сказать вам два очень серьезных слова Слушаю, Галина Сергеевна Я хотела сделать это еще утром, но не решилась Так вот я Слово мне следует вернуться в Борск Куда? Нет, не перебивайте Я хочу сказать все Вы Вы бесконечно дороги мне Милый Никита Алексеевич Но суть все-таки не в этом Борск Город, в котором я поняла цену людям И свою цену тоже А это немало Так вот я Ну, словом, я решила свернуться к вам Навсегда Понимаете? Да То есть нет А что вы думаете делать на заводе в Борске? Я хочу вернуться в конструкторское отдело А дальше поглядим Так ведь Все дело в том, Галина Сергеевна Что я-то не еду в Борск Я стою здесь, в Москве На учебе Мне только что об этом сообщили в отделе кадров И долго вы будете тут набираться ума Разума Через полгода вернусь в Борске Так не обещали Так не обещали Радостный мужчина Он мне напоминает артиста Муратова в роли Карла Мора Предводителя разбойника Я была в него влюблена Но он уехал в Самарканд Умные мужчины всегда недогадливые Ольга Вы? Здравствуйте, милая Как странно Все словно пугаются меня Нет, еще только здесь Вчера мы с Мишей говорили о вас И не верили, что я жива Но я Вот она Рассказывайте, как, что Когда вернулись Мы приехали вчера Поздно Я ведь не одна приехала Мы с Шурой Вместе Ольга Вы? Да Я люблю его Вы угадали это давно С той поры Прошло семь лет Годы войны Дороги Дороги Разлука Смерть И опять дороги И вот мы, наконец, вместе Несколько лет ждали мы этого дня И... Помогите мне Я не знаю, что делать И у меня такое чувство Словно я подняла руку На то, что принадлежит другим Другим А не мне Оля Да Ну, а будущее Шуры Пусть оно не тревожит вас Ведь Люся В ее маленьком сердечке Столько доброты Тепла Милого лукавства Она это чудесный секрет для Шурки Секрет, которого он вряд ли стоит Спасибо вам Галина Сергеевна Галина Сергеевна, ступай к Архипову У него прижалостный вид Он все время по сторонам чего-то озирается Даже тетя Тася не может заменить ему тебя Ну Что молчишь, сестренка? Мишенька Мне нужно уехать Ты что, хочешь оставить Шурку? Я понимаю, что мучает тебя Но ведь вы же любите друг друга Подумай, Ольга Я должна уехать сегодня Сейчас же А куда ты решила ехать? В Наренмар Коллегу Ну что же Поезжай Он один, ты поможешь ему Собирайся Билет на поезд до Котласа Я постараюсь тебе достать Я возьму самое необходимое Остальное пришлёшь потом Хорошо Из-за меня Ты несчастлив теперь Только ни в чём не обвиняй себя Слышишь Настоящее чувство Даже если оно безответно Делает человека счастливым Ты для меня Это свет Который будет светить мне всю жизнь До конца Славный мишка Я пойду вызову тебе машину Цветы Вот ты цветы Ольга, ты здесь Цветы Нини От студентов юридического института Узнав, что Нина Петровна дома Будущие прокуроры передали цветы И обратились в Векс Вот цветы С улицы в сад Входит Ведерников Шура Я знаю про маму Только не говори, что я не виноват Это неправда Я понимаю, как тебе тяжело сейчас Но это не должно сломить тебя Слышишь? Возьми за дело Помни, тебе надо закончить работу над своим препаратом Миша сделал это Михаил? Ему удалось Я думал, видишь ли Что я единственный Еще одна ошибка Я сделал их слишком много, Оленька Больше, чем положено Теперь у меня Ни на одну Нет права Да Война кончилась Но, пожалуй, Именно теперь наступает самое трудное Надо суметь жить Так же, как мы жили на войне Так же честно И свято Кому жизнь оставлена С того теперь Особый спрос Помнишь? У тебя пуговица еле держится на шинели Вот, возьми А то потеряешь Спасибо тебе За все И тебе тоже За все Больше тебе не будет за меня совестно Никогда Тогда мне, пожалуй Можно Уйти Ступай Конечно Ветерников стоит у крыльца На веранде появляется Лаврухин Михей Мишка Прости меня Я не смел быть хорошим другом Только обещал И ничего не исполнил Прости И не оставляй мне одного Ты так нужен мне, Мишка Миша Давай будем работать вместе А ты решил это, Шурка? Я постараюсь Я постараюсь быть тебе необходимым Как когда-то Значит, теперь всегда вместе Да, Шурка Всегда Я скоро вернусь И я тебе расскажу Все, чем я жил эти годы А ты мне расскажешь про свое И мы на чем-нибудь поладим Верно, Шурка? Возвращайся Ну Возвращайся Я буду тебя ждать Миша Миша, машина подошла Ключи от входной двери У тебя Хвойка просит открыть те двери Да, Нина Пусть она останется Ну скажи ей, пусть она останется Нина, ты глупенькая Глупенькая В калитку вошла Люся Недоумевая, она смотрит вокруг И, наконец, замечает Ведерникова Шуренька, вот ты где А я думала, не случилось Если чего А ты что так стоишь Как солдатик Стою вот А это чьи там чемоданы несут Это кто ж такой уезжает Ольга Куда? Не знаю Надолго? Очень Навсегда А ты? А я Тут Шуренька Ведерников делает чуть заметные движения Шура? Нет Не теперь Но, может быть, когда-нибудь Ты простишь меня, Люся Убина Э 피ус Пусти Аплодис нет О Убина С сок支持 Аплодисменты 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 Убина И